Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Алита. Боевой ангел. По земле прокатилась страшная и разрушительная война, которую назвали Великой. Даже через 300 лет после кровопролитных сражений, которые уничтожили всё живое, города не восстановлены. На месте прежних процветающих поселений лежат ремнии. Сейчас население планеты состоит из киборгов и опасных людей. Под одним из городов находится большая свалка, куда отправляется весь мусор. Однажды на территории этой свалки талантливый доктор Идо находит женщину-киборга. Гениальность учёного не знает границ. Он восстанавливает сломанные механизмы, в результате чего женщина оживает. У неё прекрасный характер. Она скрашивает одиночество доктора, однако ничего не помнит из тошной жизни. Идо решает помочь прекрасному киборгу найти воспоминания, к чему приведёт попытку учёного. Итерстеллар 2014 года Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь чревоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету. Бегущий в лабиринте 2014 года Главный герой – подросток Томас, который просыпается в лифте. Он ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди 60 подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в приюте уже 3 года. Они кормятся тем, что удаётся вырастить на земле и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка в состоянии комы. Страх галактики Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ спасти свою жизнь – объединиться с четвёркой нелюдимых изгоев, воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, одиночка пойдёт на всё, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики. Харклор 2015 года Прекрасная супружеская жизнь, рядом с очаровательной Эстель – это всё, что помнит главный герой, после того, как просыпается в неизвестной научной лаборатории, где в чувство его приводит собственная жена. Но супруга тут же оказывается похищенной, и ничего не понимающий главный герой Генри уже вынужден преследовать монстра Акана, который украл его жену. Город героев Юный Хиро Хамада – прирождённый изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в техническом университете города будущего Сан-Фронсокео. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать весёлого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину. Марсианин 2015 года Марсианская миссия АРИС-3 в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка в одного. Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с землёй отсутствует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей миссии АРИС-4. Робот по имени Чаппи. Чаппи Вундеркинд. Как и любой другой ребёнок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи не похожим на всех остальных. Он – первый робот, способный чувствовать и думать. Люси. Ещё вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для неё стало реальностью, и теперь из добычи она превратится в охотницу. Её зовут Люси. Мстили. Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации ЩИТ, собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!